28-летняя актриса Лиза Арзамасова, звезда сериала «Папин дочки», всегда отличалась естественной красотой и формами тела. Актриса никогда не стремилась что-то улучшить в своей внешности хирургическим путем. Поэтому ее откровенное признание о сделанной ринопластике шокировало поклонников и коллег. Такого шага от Лизы никто не ожидал. Но, как выяснилось, для этого была веская причина. Так получилось, что несколько лет назад во время участия в ледовом проекте Арзамасова на репетиции упала на лед лицом и сломала нос. Однако, со слов Елизаветы, хныкать было некогда. После посещения травмпункта, где ей сделали снимок, и покупки в аптеке мази от синяков, репетиция была продолжена. Ведь работа для Арзамасовой прежде всего. А далее было продолжение участия в ледовом проекте, потом отпуск с семьей. В итоге посещать больницы было некогда, и нос сросся не очень красиво. Но на этом история не закончилась. Второй раз травму носа Лиза получила на репетиции, когда коллега по сцене неудачно открыл дверь и задел лицо актрисы. В итоге Арзамасовой пришлось лечь под нож пластического хирурга. Ее муж, фигурист Илья Авербух, был против операции, но актриса приняла решение не отказываться от ринопластики. По словам Лизы, она тоже очень беспокоилась, поскольку не хотела ничего менять в своей внешности и боялась потерять свое лицо. К счастью, операция прошла удачно. Никаких следов хирургического вмешательства не заметно. Сам нос смотрится на ее лице очень гармонично, но форма его немного изменилась, и той прежней небольшой горбинки больше нет. Однако некоторые из пластических хирургов считают, что Арзамасова лукавит, говоря только о ринопластике. Как отметила специалист, по-другому теперь выглядят и губы артистки. Поменялась немного форма и размер верхней губы. С возрастом губы становятся тоньше, а в ее случае произошел обратный эффект, что тоже может означать хирургическое вмешательство, предположила врач. Сама Арзамасова пока никак не прокомментировала эти предположения, но высказалась, что очень довольна результатом операции и теперь ни о чем не жалеет.